Доктор Кук, вы знаете, конечно, институт брака разрушился уже, наверное, да, и не видно, чтобы государство особенно заботилось о том, чтобы воспитывать людей в семейных традициях, в семейных ценностях, прививать их, да, либо какой-то крен даётся в сторону вот именно религиозного зомбирования, может быть, да, и даётся церкви там полный карт-бланш со всеми её, со всеми её мракобесиями, в общем, это тоже как бы не, ну, не помогает воспитать семейные ценности. Многие просто уже отказались от семейных отношений, потому что слишком укоренилось, вот, вошло в эту в плоти кровь вот эти товарно-денежные отношения, потребительские отношения, да, требования. Мужчина должен быть таким-то, таким-то, таким-то великодушным, добрым, щедрым, заботливым, умным, самодостаточным и так далее, а женщина вроде как и ничего не должна. С другой стороны, тоже требования, и, короче говоря, людям проще, проще, как бы жить раздельно, да, но, тем не менее, есть и потребность в семейных отношениях тоже. Вот вы семьянин, вы всё знаете про это, вот, расскажите, пожалуйста, доктор Кук, как всё-таки создать семью тем, кто хочет, есть ли действительно у человека потребность в этом? И второй вопрос, а как сохранить семью? Потому что мы знаем, да, вступают люди в брак, рожают детей, ребёнка, и потом они разводятся через там несколько лет. Вот. Ну, совсем недавно, буквально, вот вчера, позавчера, мы с женой отпраздновали Агатовую свадьбу, 36 лет вместе. Как создать семью? Во-первых, к этому моменту надо быть уже состоявшейся зрелой личностью. Если вы зрелая, состоявшаяся личность, с умением отвечать за свои поступки, отвечать, и есть чувство, любовь и настоящее чувство, вы жить не можете отдельно друг от друга, такая любовь, ну, создавайте семью, создавайте. Вы несёте ответственность. Два взрослых, зрелых человека, наполненные любовью и знающие уже друг друга, создавайте. И не нужно никого спрашивать. Если человек сомневается, спрашивает, выйти замуж, жениться или нет, он не готов, он не готов. А если уже настолько чувство не нуждается в них, в чьих советах, создавайте семью, ничего не бойтесь, ни материальных трудностей, ничего не бойтесь. Вы ответственны, вы выйдете из любого положения, из любого. Нет желания создавать семью? Не надо, не надо. Не насилуйте себя. Кто-то сказал, что обязательно надо создавать семью. Модели устоявшиеся, да, подвижки в обществе есть такие. Но, тем не менее, на этом держится всё человечество. И дети рождаются в любви с одним родителем, с двумя родителями, рождаются вне брака. Всё равно это отношения. Зарегистрированы они или нет, всё равно это отношения. Создать семью, значит, и заботиться друг о друге, проявлять свою любовь. Поэтому ничего не бойтесь. Вот мы с женой, вот 36 лет назад, вот встретились, на второй день я сделал предложение, а на третий день мы поженились. Вот и всё. Везде написано, любви с первого взгляда не существует. Мы рисковали, да, но два человека, зрелая личность, мы создали семью. И мы прожили достойно эти все 36 лет. Достойно. Что у нас не было ссор, скандалов, конфликтов? Были. Но мы решали их конструктивно. Пытались понять. Гармония супружеских отношений. От чего зависит? От того, насколько вы умеете прощать. Насколько вы умеете понимать друг друга. Встают вопросы, умеете выслушать друг друга. Умеете найти какие-то способы решения той или другой ситуации. Умейте выслушать. И понять друг друга легче. Открытые диалоги между вами. Почему не создать семью? Создавайте. И когда создается семья, конечно, фактор такой. Надо жить отдельно от родителей. Жить отдельно. Это обязательно. Нельзя допускать, чтобы родители влияли на ваши отношения. Родители такие же люди. И очень плохо происходит это у незрелых личностей. Когда родители решают, жениться или не выходить замуж. Родители выступают в роли третейского судьи. Кто прав, кто виноват. Пусть сами разберутся. Сами. И родителям я говорю. Не вмешивайтесь в жизнь взрослых своих детей. Не вмешивайтесь. Так будет лучше. И для ваших дальнейших отношений. И с таким подходом создаются семьи. И живут счастливо. И преодолевают невзгоды, трудности вместе. Поддерживают друг друга. Супруги, запряженные в одну упряжку. Смотрящие в одну сторону. Разделяющие тяготы. И разделяющие радости. Ну, это прекрасно. К этому стоит стремиться. Стоит стремиться. Ну, вот так. Можно личный вопрос? Вы чем бесконфликтный ведь? По-моему, да? Совершенно. Кто в вашей семье инициирует конфликты? И о чем вы спорили со своей женой? Ну, по-разному. Поскольку конфликты решались быстро. И в тот же день. И я вот не могу припомнить. Не могу припомнить. Наверное, какая-то мелочь, как у всех. Бытовое что-то такое. Очередность чего-то, да? Ну, я даже не припомню. Потому что конфликты решались сразу же. Конструктивно. Поэтому не могу сказать. Ну, вот шутят, что... У меня не осталось. Не осталось. Ясно. Шутят, что до брака... Вот. Ну, есть анекдот. Мужчина говорит. До брака я и не знал, что, оказывается, молоко можно поставить не в то место в холодильнике. Ну, да. Сознаете семью. Надо принимать целиком, полностью и привычки, и особенности. Самая большая ошибка, когда два взрослых человека пытаются переделать друг друга под себя. Вот это вот начинается трение. Нормально, и когда семья по типу республики совместно решается. И нормально, когда муж лидер, жена идет за мужем. И нормально, когда, наоборот, муж уступает во всем жене, жена лидер. Ну, разные люди по характеру. Они соответствуют друг другу. И все нормально. В каждой избушке свои погремушки. В каждой семье свои правила. В каждой семье свой климат какой-то, да? Климат. Задача женщины создать атмосферу семьи, атмосферу любви, атмосферу. Это от нее зависит. А задача мужчины быть опорой. Если женщина создает вот эту атмосферу любви, она ценит все, что делает мужчина, он готов горы свернуть. Вот. Действительно, его задача обеспечить. Добытчик. Добытчик. Ничего нового не придумали. Она хранительница очага, создает уют, комфорт дома. А он добытчик. Все нормально. Он пошел на мамонта, охотится, да? Она ждет у костра, в своей пещере. Ну, прекрасно. А у вас в семье какой политический строй, какой режим? Ну, классический, классический. Я добычей, да? Жена хранится очага. Вот. А как бы вы назвали его? Что это демократия, авторитарный режим, манархия? Демократическая республика. Все мы решаем, совместно обсуждаем. А как сохранить семью? Вот все-таки, какие бы вы сказали правила на эту тему? Когда проходит эта влюбленность вся вот, ах, ах, обожание? Она никуда не проходит. Она просто переходит в другую стадию. В какую? Любовь более зрелая. Способность заботиться каждодневно. Способность желать этой заботы. Способность давать. Давать. И способность не накапливать обиды. Не накапливать. Если открытые отношения, и все обсуждается, любая проблема, нет накопления обид. Даже если пусть эмоционально сопровождается обсуждение чего-то, яркое, эмоционально, но это обсуждается, нет накопления, а получается, люди не умеют выслушать, не умеют понять друг друга, и идет накопление, а потом придираются уже каждой мелочи, мстительность, подозрительность, недоверие, растет, 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 как снежный ком. Вот отсюда и вспышки, отсюда и все недоразумение. Есть кнут и пряник. Женщины неудовлетворенные накопили, накопили вот это болевое тело, они только, только кнут, признают, кнут, а забывают о том, что можно стимулировать эмоционально, можно стимулировать именно те поступки, реакции от мужа. По шире, по шире, наоборот, используйте пряник, похвалите и скажите добрые слова. Вот тактика пряника, вы позже можете добиться от своего мужа, что вам хотелось бы. А кнут только ожесточает, кнут это что? Рычать, огрызаться, упрекать, эти вот разборки бесконечные. Это убивает и мужа, и жену. И поэтому, вот, если женщина действительно умная, она использует именно положительные чувства, выражает положительные. И нет накопления, дренаж, работают, открыто отношения. Любая семья обсуждает все проблемы, любой вопрос, все вместе поддерживают друг друга. Семья это маленькая республика. Поэтому члены республики, граждане этой республики равны с равным, по крайней мере, стремитесь к этому. Вот очень многие говорят о том, что семьи рушатся, когда члены семьи перестают как бы выполнять обязанности, свои роли в силу каких-то объективных причин, может быть, да. Добытчик теряет работу, и все. И рушится семья, жена уходит к другому и так далее. Вот как этого избежать? Ну основа основ любовь. Любовь. Были времена очень тяжелые, когда муж терял работу, жена теряла работу, дети, школьники. Были такие времена, да. И тем не менее, и тем не менее, поддерживая друг друга, были очень тактичны, очень бережно относились, поддерживали друг другу, пережили, набрали долгов, все, а потом все-таки удавалось получить работу, и со всеми долгами все это расплатились. А благодаря тому, что была любовь, благодаря этому пережили трудные времена. Вот такие случаи есть. То есть у любых трудностей есть начало и конец, да, как раз в них и проверяется это чувство, любовь и крепнет она, скорее всего, благодаря именно этой ситуации. Зрелая любовь, зрелая, когда проходит через испытание и сохраняет отношения.